итак всех снова приветствую вы как всегда на канале седу инвестор данный ролик я записываю сегодня уже второй раз я очень устал и грубо говоря сегодня будет краткий видос но вы должны понимать то что некоторые активы я все же купил и заново я это делать не буду а именно токен кава я сегодня решил начать накапливать сейчас объясню почему вот собственно тот самый токен кава 20 долларов было вложено мне понравилась его техническая составляющая а именно то что зона поддержки 24 цента последний удерживается и в данный момент есть у нас риски в размере 16 почти с половиной процентов что касается потенциального профита он составляет примерно 112 процентов профита у нас значит есть полноценный ретест последней зоны поддержки повторяю еще раз 24 цента последний раз эта цена касалась данной зоны аж 2020 году получается четыре года прошло в данный момент есть у нас конечно же подозрение на пробой данной зоны поддержки но пока что она удерживается с другой стороны данный объемный сектор можно отнести к зоне риской довольно высокой вы посмотрите как сильно закрывается вот этот гэп который открывался 2020 году но как бы и с другой стороны если мы посмотрим на пролив то он был однодневный и составил просто безумные сейчас посчитаем 75 процентов то есть за один день вы могли потерять 75 процентов от своих вложений подозрения были конечно же носкам но после этого актив вырос просто на какие-то безумные 3700 процентов поэтому тут уже такие дела дорогие друзья я считаю то что здесь произошла огромнейшая манипуляция ну и конечно же на фоне еще короны дампа скорее всего девятнадцатый год был именно тем временем когда крипто вся просто валилась и активы обновляли свое но что касается сегодняшней ситуации пока вы почему я решил его накапливать я ожидаю закрепления над этой зоной поддержкой но и к тому же я вкладываю с частями небольшими по 20 баксов за одну сделку поэтому если он скоманет то в принципе не жалко будет потерять 20 баксов но если будет полноценная плотность закрепления с отскоком то будем продолжать его накапливать опять же что касается вашего личного мнения вы всегда можете высказать его в комментариях и я всем отвечу ну и по остальным активам что я могу сказать допустим пиксель я не стал покупать я отсылаю его к сверх высоко рисковым активом исходя из его последнего объемного блока здесь огромнейшие риски потому что объемный блок он просто пустой диапазон цен от которого примерно 12 центов и 4 цент соответственно это прям вкратце сегодня пройдусь по активам далее с и эй в принципе тоже самое но в отличие от пикселя здесь объемный блок он конечно же покрупнее и по сути можно отнести диапазон цен 35 центов и 12 центов как обычную медвежью фазу и последний объемный блок он со временем будет накапливаться делая вывод из-за данного откупа если бы хотели его пролить одной красной свечой то обязательно это сделали бы но цен от купили и вернули в один из крупнейших объемных блоков диапазон цен которого 27 центов и 20 центов этот актив я сегодня не купил так как опять же исходя из среднесрочных сделок он не особо выгодный 24 цента одна стенка вторая стенка дает там 38 центов и даже третья 55 центов а минимум по которому я рекомендую отбирать среднесрочные активы это минимум 60 процентов далее маск хотели чтобы я разобрал но опять же вкратце объясню ситуацию с ним высокие риски минус 51 процент да и к тому же эта зона поддержки у нас буквально недавно именно 5 августа проливалась вполне возможно то что медвежья фаза прошлое диапазон цен которой 1 доллар 89 центов и 97 центов соответственно была перемещена на новый объемный блок вполне допускаю вариант повторяю еще раз то что это новая медвежья фаза но опять же необходимо дождаться полноценного закрепления пока что она не происходит идут остаются теневые проливы поэтому также ожидаем возможно в будущем я буду его накапливать даже не будущем а в ближайшее время потому что если риски по нему будут составлять опять же примерно минус 35 процентов как это было 5 августа то вполне возможно буду его покупать аж бар я также не покупал сверх высокие риски последняя зона поддержки находится через 80 процентов потенциальной коррекции это очень много я считаю то что данный гэп который открылся у нас в двадцатом году будет обязательно закрыт это у нас к сожалению не не bitcoin и многие альткоины обновляют свое старое дно но хотя бы возвращаются к своим прошлым минимумом я думаю то что аж бар не исключение и пока что по нему идет пролив он не закончен стоит ожидать цен ниже но как минимум три цента мы должны захватить в этом случае да можно будет с этих цен начать его накапливать но я считаю не дороже и так ли я это у нас искусственный интеллект как вы поняли получается на бирже bybit у нас появился в апреле 2024 года но он ранее торговался на других площадках и пока что по нему идет глобальный пролив он не закончен ретеста полноценного последней зоны поддержки у нас нету поэтому есть смысл ожидать продолжение пролива я его не покупал в общем порт довольно интересная ситуация по нему цена актива находится в полноценной медвежьей фазе есть удержание последней зоны поддержки 3 цента но если мы развернем данную ситуацию именно локальный график то видим лютые манипуляции вот пампы просто безумные на самом деле есть смысл ожидать продолжение коррекции вплоть до минус 14 процента что не является высоким показателем риска но и по среднесрочным сделкам тут особо-то не заработаешь вторая цель дает 52 процента и только третье дает нам 119 процентов профита вы не забывайте то что данная зона диапазон цен который 7 центов и 5 центов соответственно является очень сильным зажатым флэтом то есть если цена актива пробьет зону сопротивления 5 центов скорее всего цена будет зажата между этими объемными блоками поэтому давайте дождемся когда пролив по ним уже окончательно закончится если мы не будем обращать внимание на теневые вот эти вот проливы либо откупы то по плотным свечам у нас идет к сожалению параболическое падение сейчас потому что вершины обновляются и низы соответственно тоже давайте подождем полноценного закрепления над последней зоной поддержки и возможно в будущем я буду его также накапливать пока что в принципе по нему ничего такого плохого не могу сказать так как цена актива только приближается к последней зоной поддержки и нужно будет посмотреть как поведет себя цена актива именно в этой точке пока что я его не покупаю сервии про него я уже много раз говорил то что от этого актива надо избавляться при первой же возможности вполне возможно то что извините за тавтологию будет очередное обновление дна 18 центов долгосрочной перспективе это самый худший показатель для долгосрочного накопления соответственно если вы рассматриваете среднесрочные активы то но обратите внимание на другие токены так сказать сейчас по сервии ужаснейшая ситуация конечно же идет обновление на бесконечное был откуп у нас примерно 100 процентов давайте посмотрим до примерно сто процентов был откуп как и только что сказал но к сожалению цена актива пошла вниз после этого лично я считаю то что из этого актива надо выходить при первой же возможности как я только что и сказал и фиксировать нужно сто процентов накопленных активов опять же это что касается долгосрока посмотрим что будет дальше Вообще все DEX площадки сейчас зажимают очень сильно, и даже Uniswap платформу оштрафовали просто на безумные деньги. Поэтому сейчас DEX, наверное, нужно будет потихонечку фиксировать уже. Децентрализацию, к сожалению, не любят. Вообще все ведется к тому, что вся крипта будет регулироваться, и биткоин, и эфириум ETF, это только начало. Поэтому, да, от DEX площадок надо будет потихонечку избавляться. В течение этого года, я думаю, рынок даст нам пойти, ну, хотя бы в плюс, по некоторым активам. Далее APTOS, сверхвысокие риски, если прям вкратце, и последняя зона поддержки находится на 3 центах, и вот здесь вот объемные блоки, они очень, очень крайне маленькие. И к тому же, каждая зона поддержки слабее предыдущей, это означает то, что сопротивление, наоборот, усиливается. Ну и, соответственно, шансы на продолжение роста уменьшаются. Поэтому, дорогие друзья, я бы на вашем месте APTOS обходил стороной до тех пор, пока бы не увидел полноценного ретеста последней зоны поддержки. В общем, давайте подождем еще продолжение коррекции. Вполне возможно, то, что полный гэп за 2024 и 2023 год будет закрыт. Тем самым, шансы на продолжение консолидации вырастут. Ждем. Ну, а мы переходим к следующему активу под названием Atom. Пока что по нему идет параболический пролив, но поддержка есть. Видимо, цена пошла на ретест к последней зоне поддержки, а это у нас получается минус 72% сегодняшних цен. Да, конечно же, неприятная ситуация, но что ж поделать. Вообще, были шансы, получается, у вас на усреднение по 8 долларов, далее по 6,5, а также недавно по 4, ну и, соответственно, еще будут шансы, скорее всего, усредниться по 1 баксу. Но это должна быть последняя точка усреднения, далее надо будет рассматривать, как поведет себя цена актива именно в этой зоне. Пока что идет падение, лучше немножко переждать. Лично я Atom.Kosmos накапливаю, да, у меня по нему сейчас идет просадка, довольно неплохая, но посмотрим, что будет в будущем. Сегодня я покупать его также не собираюсь, буду ожидать цен ниже. Далее Mav. Сверхвысокие риски, последняя зона поддержки находится через минус 73% потенциальной коррекции, а также последний объемный блок, диапазон цен которого 13 центов и 4 цента, соответственно, почти 5, слишком мелкий. Вполне возможно, что он будет пролит одной красной свечой, и пролив может и не закончиться, поэтому ожидаем, когда цена актива придет к данной зоне, и в будущем, возможно, будем его рассматривать. Про кава я, в принципе, все сказал, сегодня я его прикупил, но, к сожалению, я сделал это без вас, так как записываю второй раз ролик. Кава 20 баксов была вложена, и все остальное у нас остается прежним. Что касается Пинелла, здесь ничего страшного по нему не происходит, несмотря на сильный вчерашний и позавчерашний пролив по биткоину, наш Пинелл составляет всего лишь минус 1 целых, ну, в общем-то, минус 1,5%, что не является каким-то критичным фактором для того, чтобы закрывать все свои сделки. Напоминаю то, что я рассматриваю активы с рисками не выше минус 35, минус 30, ну, может быть, иногда минус 40%, поэтому и учитывайте то, что общий Пинелл может, в принципе, здесь и провалиться на минус 30% когда-нибудь. Что касается биткоина, ну, проливы будут еще. Я говорил ранее то, что ожидайте проливы, потому что сейчас по биткоину началась медвежья фаза, идет затухание объемов торгов, а также ликвидность падает помимо биткоина абсолютно по всему криптовалютному сообществу. Посмотрите просто, что по новостям передают. Я думаю, вы сами прекрасно разберетесь. Да и к тому же, вспомните прошлое затухание бычьей фазы по биткоину, у нас, значит, был GMT. Я считаю то, что это отличный индикатор прям, знаете, таких хайповых всяких монеток. На пике бычьей фазы по биткоину постоянно что-то происходит такое прямо максимально пирамидное. GMT-шка была, а сейчас у нас был хомяк. Пирамидка тоже себя отлично отыграла, многие заработали, и после этого биткоин начал падать. Это означает то, что в конце бычьей фазы по биткоину всегда что-то пытаются пропихнуть пирамидное, максимально такое ликвидное, и, конечно же, маркетинг там всегда максимально крутой. Такие мысли были у меня на сегодняшний день, что лично вы думаете, оставляйте комментарии. Но все, в принципе, всем пока, всем до среды. Такой ролик получился уж, извините. Субтитры сделал DimaTorzok